Здравствуйте, владельцы телефонов HTC One M8, также те, кто планирует его приобрести, ну и все, кто заинтересовался чехлами, которые подходят для этой модели. В отличие от iPhone, HTC не такой большой ассортимент чехлов. Первое, что мне пришло в голову, это заглянуть на китайские сайты и поискать что-нибудь для моего нового телефона. Сразу предупрежу, что это не рекламное видео, поскольку я не продаю чехлы и не занимаюсь коммерческой деятельностью. Это видео скорее ознакомление, и вы, посмотрев его, выберете для себя то, что вам действительно необходимо. Итак, это сам телефон HTC One M8. И начнем с первого чехла. Это вот такой вот силиконовый чехол, который представлен самой фирмой HTC. Он вот с такими вот пупырышками, вернее, точнее, дырочками, и предназначен для того, чтобы пользоваться телефоном, не открывая крышку. Ну, открывая крышкой, естественно, им пользоваться можно, но с закрытой крышкой это тоже возможно. Давайте посмотрим, как это выглядит. Сразу предупрежу, что это не оригинал, это куполь на китайском сайте. Стоит оригинал порядка полторы тысячи. На китайском же сайте стоит он, ну, немного больше 200 рублей. Все цены и ссылки я потом внизу видео размещу. Так вот он вставляется, очень легко вставляется, сидит плотно. Приятный на ощупь, не скользкий, матового цвета такого. И вот он мне предупреждает, что я могу назвать имя, чтобы он выбрал в контактах и позвонил. И когда кто-то звонит на телефон, тут появляется, соответственно, бегущей строкой имя, и можно стрелочка вверх зеленая и вниз красная выбрать, ответить или проигнорирует звонок. Достается он довольно легко отсюда, из чехла. Надо сказать, что вполне удобный и защищает телефон и его поверхность стеклянную. Дальше возьмем, например, вот этот телефон. Написано хоть в описании, что это орнамент называется мяч. Он больше похож на какую-то вот кожу змеи. Их несколько оттенков. Есть светло-серый, есть коричневый, светло-коричневый. С таким золотым обраблением, надо сказать, что он очень легкий. Он сделан из пластика. Телефон вставляется в него легко. Выглядит довольно презентабельно. Программентабельно, красиво. Стоит тоже очень недорого. Можно его, например, надевать на какие-то встречи, вечеринки, там еще что-то. Этот чехол, наверное, один из самых дорогих здесь чехлов. Он стоит немного меньше 1000 рублей. Ну, по крайней мере, на тот момент, когда я его покупал. Этот чехол предназначен для защиты телефона. Для защиты телефона от падения, от грязи, пыли, влаги. Он, конечно, не предназначен для того, чтобы телефон погружать под воду. Но, тем не менее, от каплей дождя, от каких-то там брызг, каких-то там мелких ударов, может быть, потертости, он спасет наш телефон. Он состоит из трех частей. Я его сейчас раскрывать не буду, потому что он на таких винтиках, которые закручиваются фигурной отверткой, такой шестигранной, которая, опять же, идет в комплекте вместе с этим чехлом. Чехол очень такой увесистый, состоит из металлических таких передней части и задней части и резиновой вот этой основы вкладки, в которых, опять же, есть кнопки плюс-минус, включение. И здесь вот открывается для доступа к USB и мини-джеку, наушникам. Очень удобный. Я считаю, что его хорошо использовать при каких-то экстремальных видах спорта, при поездках каких-то, может быть, на пляже там или еще где, где есть вероятность того, что телефон испачкается там или засорится песком, попадет какая-то влага на него или попросту он будет уронен. Поэтому рекомендую. Вещь хорошая, интересная. Я его уже в телефон вставлял вовнутрь, он там хорошо плотно сидит, кнопки все работают. Через стекло телефоном вполне легко управлять. Единственное, что чуть-чуть плотнее нужно прижимать палец, потому как отклик немножечко замедляется. В наборе этого чехла имеется такая ручка небольшая, петелька, которая одевается вот в это отверстие. Его можно там носить на руке или вешать на шею. Следующий наш чехол – это вот такой вот мягкий чехол. Это для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни. Вот он крепится следующим образом. Он вставляется вот в эти вот отверстия. Ремешок далее одевается на руку и закрепляется с помощью липучки. Телефон вставляется вовнутрь. Сейчас я это продемонстрирую, чтобы это было наглядно видно. Размер подходит. Телефон сидит плотно. Вот отверстие для USB и для наушников. Вещь удобная, добротная. Стоит тоже очень недорого. Думаю, всем спортсменам она будет по душе. Похож на кошелек или какой-то портмоне. Здесь вот пластиковая такая вставочка, куда вставляется телефон. Делать я этого не буду, поскольку я уже вставлял. И его очень сложно отсюда вынуть, как выяснилось. Хотя он очень удобен. Удобен он тем, что, во-первых, он защищает телефон хорошо. И его можно класть в сумку с другими вещами. И не бояться за сохранность телефона. Он такой под замуж сделан. Хотя он, естественно, не натуральный. Здесь вот есть такие кармашки, в которые можно положить визитку, кредитную карточку, права. Брал я этот чехол исключительно для командировок, поскольку часто бываю у них. В самолете время как-то убить надо. И он очень удобен тем, что можно смотреть фильмы какие-то, сериалы, поставив его вот таким образом. Соответственно, вот он так выглядит. Телефон тяжеленький, поскольку телефон тяжеленький. И он будет вот так вот стоять. И очень удобно для обзора. Вот он еще и на магнитике. Так, и последний чехол, который я вам продемонстрирую. Это вот такой чехол со встроенным аккумулятором. Открывается он вот таким образом. У него есть такой вот microUSB в нем, куда вставляется наш телефон. И плотно закрывается. В толщине он, естественно, увеличивается. В размере, в длину немножко увеличивается тоже. И когда аккумулятор на нашем телефоне садится, достаточно нажать вот на эту кнопку. И тут вот индикаторы моргают. И телефон начинает подзаряжаться вот от аккумулятора вот этого чехла. Сейчас мы его выключим, потому что в этом нет необходимости. Опять же, этот чехол больше предназначен для каких-то командировок и для тех мест, где у нас нет возможности подзарядиться от ноутбука там или от розетки. Заявленная емкость 3200 мА. Когда у меня сел телефон до 18% приблизительно, я его поставил на зарядку в этом чехле. И он у меня зарядился в итоге до 80%. И если учесть, что аккумулятор на HTC и так очень неплохой, и его хватает на целый день использования телефона, и зачастую у меня в конце дня еще порядка 20-30% остается зарядки. Поэтому вот с таким вот чехлом с аккумулятором внутри вполне хватит этого телефона на два рабочих дня. Ссылки на все эти чехлы смотрите внизу этого видео. Напоминаю, это не реклама. И буду рад, если это видео поможет вам выбрать то, что вам нужно. Всего доброго, пока!